Рабика Хане И мне, конечно же, не доставляет никакого удовольствия нападать на еврейский истеблишмент. Но дело в том, что история американских еврейских организаций, конечно, они сделали и много хорошего, но в общей сложности это просто трагедия. Еврейский истеблишмент виноват в том, что знал о Холокосте и ничего не предпринимал. Мне никто не сможет объяснить, когда я слышу, что еврейские лидеры и раввины идут к посольству ЮАР и садятся за решетку ради прав черных. Я знаю, что они никогда в жизни не сели в тюрьму за советских евреев. Я слышу эхо еврейского истеблишмента 1940-х годов, когда никто из них не сел на Пенсильвания-авеню и не приковал себя к воротам Белого дома, требуя бомбардировки железной дороги, ведущей васленцем. Я помню эти группы, этих лидеров, этих раввинов, которые боролись за черных и прочих, за медикаменты, за виноград и за массу других вопросов. И как же мне удерживаться от критики? Еврейская Лига Обороны как раз и возникла в ответ на все это, как еврейская группа, которая заявила, что для евреев на первом месте интересы евреев. Как еврейская группа, которая будет отвратительно слышать такие слова. Мы рискуем жизнью евреев, и это самое лучшее в иудаизме. Боже мой! Это даже не лучшее в гуманизме, и уж тем более в иудаизме.